Карта по состоянию на 16 августа. Давайте начнем с автономной республики Крым, с территории, которая временно не подконтрольна украинской власти. Начнем мы с Джанкоя. Джанкоя это тот город, в районе которого были взрывы, в том числе вот буквально о них сообщали с 16 августа, сообщали и кстати мы в нашем марафоне Freedom и сообщали мы об этом в нашем телеграм-канале марафона Freedom, о нем чуть позже. Вот Джанкоя, спасибо коллеге, как раз видим сейчас этот город, временно не подконтролен он украинской власти, как и автономная республика Крым полностью. И также напомню, сообщают о взрыве в Симферопольском регионе, в Симферопольском районе Крыма, поселок городского типа Гвардейское. Там, как говорят местные жители, сообщают об этом российские СМИ, по крайней мере клубы дыма черного, несколько было взрывов на территории военного объекта по информации российских СМИ. Украинский Крым, сейчас вам показываем, который временно не подконтролен, украинская власть, на территории которого происходят какие-то взрывы, черные клубы поднимаются. Давайте перейдем на восток Украины, в том числе на Харьковское направление. Сообщают в Генеральном штабе вооруженных сил Украины, напомню, что то, что выделено голубым цветом, это территория, которая была освобождена вооруженными силами Украины от российско-оккупационных войск. На Харьковском направлении российские войска задействовали ствольную реактивную артиллерию для огневого воздействия. Также продолжаются удары по главному городу области, по Харькову. Перейдем на территорию далее Донбасса. Краматорское направление. Там российские войска продолжают обстрелы из артиллерии разных типов вблизи Краматорского спорного Иванодарьевки. Также есть информация о Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе от господина Гайдая, глава Луганской областной военно-гражданской администрации. Оттуда пытаются ввести наступательные действия российские войска. Уже говорили мы о Песках, Пескы на Украинском. Это небольшое поселение вблизи Донецка, главного города Донецкой области. Я вижу сейчас ситуацию, которую показывают аналитики Американского института изучения войны. Якобы Пески уже захвачены российскими войсками. Естественно, самый главный аспект, самое главное, нужно ждать сообщения от Генерального штаба вооруженных сил Украины, от Министерства обороны Украины. В Министерстве обороны Российской Федерации говорят уже о каком-то успехе. Успехов нет, если не считать успехом уничтожения украинского очередного города.